Сегодня в парке 40-летия ЛДСМ шумно. Януск отмечает день рождения сибирского Деда Мороза. Мы не могли попустить эти события. Прямо сейчас будем проходить квест. Давайте поучаствуем. Вы, девчонки, идите, если хотите. Но у меня накопилось слишком много вопросов к этому загадочному деду. И я планирую сегодня получить ответы на них. Ну, как хочешь, Спион, а мы пошли. Программа празднования сегодня очень насыщенная. Судя по толпам гостей, на симбирской вотчине Деда Мороза собралось несколько тысяч человек. Именинный квест стал похож на массовый новогодний марафон. А детей Дед Мороза приготовил 16 станций. На каждой из них было отдельное задание. Ребусы, пазлы, фотосессии и даже мастер-каста джиу-джитс. Все, кто прошел квест, получили подарки от дедушки и его друзей. Ну, а пока все были заняты выполнением кайверных заданий, сам Дед Мороз сидел для себя в терме и принимал поздравления. Вот туда-то я сразу и направился. Сколько вам лет? О, ну, чувак, не помню. Много-много. Столько времени прошло, что я не помню, сколько лет. Вот день рождения, когда помню, а лет много мне. Как вас называли в детстве? Не помню. Не помню. Вот знаешь, как-то вот помню, что, наверное, Морозка, а сейчас же Дед Мороз. Подарки имениннику начали дарить уже несколько недель назад. Их было так много, что Дед Мороз даже объявил конкурс, а точнее два, на лучший подарок и на лучшее видеопоздравление. Победители выручили призы на главной сцене. Все остальные участники тоже обиженными не остались. Каждый получил пригласительный билет в аквапарк. Вот главное мне интересно, откуда у Деда Мороза столько призов и подарков. Ведь не то, что в новогоднюю ночь, только сегодня на празднике он их несколько тысяч раздал. А где вы берете столько много подарков? Мне помогают мои помощники. Их у меня очень-очень много. А помощники где берут? Везде достают, где могут. А как у вас помещается в мешок? Столько много подарков, а мешок же один, а детей много. А мешок волшебный. Поздравить сибирского Деда Мороза с днем рождения приехали Снегурочка из Костромы и Иван Царевич из Кирова. Они помогали дедушке вести праздничную программу. Концерт не единственное развлечение, которое именинник приготовил для гостей парка. Еще можно было бесплатно сходить за парк, покататься с огромных горок на ватрушках и пожарить зефирки на костре 12 месяцев. Интересно, а как сам Дед Мороз проводит свое свободное время? Чем вы летом занимаетесь? На север уезжаю. Туда, где прохладно, холодно, где снега не тает. А мне хорошо, комфортно себя чувствовать. А почему вы всегда в шубе? У меня же в помещении жарко. О, это волшебная шуба. Мне хорошо, комфортно, прохладно. Первый раз вы на елку пришли 85 лет назад. А чем вы до этого занимались? Чем до этого занимался? Так же. Людям помогал, на подарки ребятишкам дарил. Ну, так-то меня не приглашали. Ну, я так все это делал, так, чтобы меня не видели. А привычка эта до сих пор у меня сохранилась. Праздник именин расснулся на весь день. Кваст – это только самое начало. Все с нетерпением ждут, когда стемнеет, потому что впереди главный подарок Деда Мороза – световое шоу из города Тольятти. Ну и, конечно, главная традиция праздника. Именно на дне рождения волшебного дедушки загорятся огни на первой новогодней елочке в Ульяновске. Ну как, все прошли? Да. Было очень интересно. А ты все узнала, что хотел у Деда Мороза? Все. Давайте расскажу. Давай попозже. Праздник еще не заканчивается. Пойдем. Ваня, Лиза, Женя. Специально для взрослых новостей.